Хорошо, давайте тогда все это действительно перейдем к последствиям делу. Я повторяю, что мы с вами так уже хорошо занимались несколько классическими гороссультами. В частности, мы с вами долго говорили о Канте, совсем щупно говорили о Фикте. Так получилось, просто я не мог делать отдел по Фикте больше. Шелинг будет немножко побольше, 4 лекции по Шелингу, потом будет Гейли и будет Анна, тоже 4 лекции. Хотя пока не знаем про Игорь, то можно пока бесконечно говорить. Потому что там очень большой объем материала, но не суда. Значит, сегодня мы приступаем к Шелингу. Полный именем Федрих Вильгель Йозеф Шелинг. То есть это имя и фамилия от такого времени по Германии. Одно им давали, допустим, в честь деда. Одно им, допустим, в честь дяди и так далее, и так далее. Нормально это такая протестантская традиция. В основной традиции нет, в которой нам приходится запоминать все это принадлежание имен Фридрих Вильгель Йозеф. Если вы хотите попроще запомнить, просто для запоминания, да, вы простите. Домашние родственники, друзья, и так далее называли его Фридц. Фридц так, что вы можете так-так поменять. Фридц Шелинг. Как-то подбираться немножко, потому что вы не относитесь к чему-то, все свои. Фридц Шелинг. Значит, год его жизни 1775-й, 1854-й. Довольно долгая жизнь. И эта долгая жизнь как-то ему особенно на пользу-то не пошла. Хотя, может быть, это чувство, так говорится. Но пик его славы, популярности и вообще его работы приходится на какой-то очень незначительный, очень короткий отрезок времени, на какую-то молодость. Вот тогда он развернулся по-настоящему. Был, что называется, вундеркинг. Очень быстро все складывал, очень быстро стал строить собственной классовской концепцией. А напротив этот балаз, то, что он уже доживал в 19-м веке, да? Он там очень мало что делал, действительно он доживал, можно сказать. Управленности у него никакой не было, славы у него никакой не было. И вообще в философии уже стали происходить совершенно другие вещи, которые к Шелинге не имеют никакого отношения. В случае философия стала уже находить за армии этого трансцендентального идеализма, что называется. Вы понимаете, что там же вовсю, когда это же волшебник, там же вовсю Маркс с Энгельсом что-то такое делают в своем. И не только они, а другие младые бельянцы, там же только город. В общем, философия прошла уже совсем другим путем, но и был не до Шелинга. Но зато пока он был молод, полон сил, тогда было вполне себе до Шелинга, если бы было в свое время очень популярным философом. Ну ладно, вот третий представитель немецкого классического идеализма, немецкого классического философии. Третий, разумеется, не по значимости, не пытается никакой иерархии строить. Просто по году такой историкой философской реализации мы выделяем четырех главных философов немецкого классического идеализма. Первый – Кант, собственно, основатель этого течения от философского философии. Второй – это Филде, прямой и наследник Канта. Третий, соответственно, это Шелинг. И четвертый – это Геймель. Это довольно условно. Третий, четвертый Шейнг и Дегель, потому что они современненькие. Просто Дегель немножко похоже стал разрабатывать свою систему, когда Дегель только начал разрабатывать свою систему. А это, как вы понимаете, ну, допустим, 1707 год, когда Финалов Редикул был. Вот после этого момента Шейнг уже ничего существенного не делал. А до этого, пока Гений нечет, Шейнг за то, что он очень быстро стал заплатить. Мы едва третий Шейнг, четвертый Дегель. Да, несмотря на то, что не всех этих великих людей в своем направлении, называемом немецким, классическим идеализмом и сегментарным идеализмом, все надо понимать, что каждый из них весьма оригинальный, а люди по-другому серьезно отличаются. Мы это видели, вот, например, Канты и Финалов. Они себе знали, что это такое. Но в то же время нужно понимать, что, несмотря на эту оригинальность, она, то есть оригинальность, развивается в области одних и тех же предпосылок. То есть как бы направление было задано, и в этом направлении развивались все эти люди. Это задано, эти посылки были в рамках кандовских критик, в рамках кандовской философии. То есть те проблемы, которые Кант поставил, они, как правило, и решались у всех остальных мерных наследований. Ну, когда они предоизменялись, они очень хороши. Ну, вот я сказал о оригинальности, то есть теперь мы с вами будем в протяжении четырех занятий и направлены с оригинальностью Шейна, как называется. А сначала давайте познакомимся с ним самим. Я пытаюсь прорисовать эту жизнь. Она не особенно богатой событиями и жизнью. Значит, родилась Шейна 27 января 1775 года. Родился в Лионберге. Что такое Лионберг? Я тоже не знаю, я не могу там никогда не знать только Лионберг. Ну, он, Лионберг, небольшая сад, небольшая сад, Примыкает непосредственно к Штурберту. Штурбер, который живет в такой серьезном концентре, это Швайбер. Шевер – это Шва. Ну, знаете, что в Путермане она, наверное, целостной не была. Она вся распадается на огромное количество регионов со своими диоректами. Немцы очень плохо понимают друг друга. Немецкие здесь своеобразные. Швабский повар, например. У меня не знаменит в Пруссии. В Берлине плохо понимают Швабский повар. Швабский и Навару. Швабский. Однако там, в этом Лионберге, живет совсем недолго. Около двух лет. И 7-7 сельян переезжает поближе к Тюкенгену. Тюкен – это важный город в истории развития Шевинга. Училица, там, Тюкенгенские штилицы, где находится. Вот. А рядом с Тюкенгеном, а именно городок Белинхаузен такой. Ну, судя по словам. Шевинга сначала учится в латинской школе. Изучает разные древние языки. Учит им блестяще. Невероятно талантливый, как я уже сказал, Лунберг Кингтон. Но, однако, я думаю, что не особенно нужно подчетливать, что он был невероятно талантливым. Потому что все люди говорили о талантливом. Не в последнем очереди. Надо каждому о них и говорить. Надо неправда ли. Это Шевинга такой же. Его отличает то, что он просто очень рано созрел. Отвечает, например, от того кантура. Помните, что кантура уже где-то совсем на конец жизни стал свою систему строить. Совсем на конец жизни. А Шевинга, наоборот, все на начале. Так или иначе, учителя в этой самой латинской школе. Они утверждают, что этому здоровому человеку Шевингу в этой самой латинской школе делать совершенно нечего. Почему? Потому что Кингтон, конечно, может все это знать. Очень быстро схватывал. Занимался самостоятельно всю программу латинской школы. Он уже знал. Особенно хорошо обнялся языками. Это вообще для философа большое дело. Это очень важно. Он сейчас не в последнюю очередь. Часто задает такой вопрос. Почему в России философия так просто складывается? Ну, грубо говоря, где-то в 19 веке пошло какое-то философское время в России. Почему так получилось? Вот. Я и говорю, что не в последнюю очередь из-за языков. Потому что, чтобы заниматься философией, надо ее читать. И правда так. А тогда мне никогда ничего не переводилось. И переводить уже по 12 веке. А для этого нужно было знать древние языки. А наше российское или тогда еще московское, или как то есть это тургурское царство, там как-то с этим было не очень. Потому что, если так, не вообще это все было принято. И ты их не знал. Поэтому они философские, по сути. Не только поэты. Но и поэты тоже. Поэтому я говорю, что для философа знание языков, особенно древних, это очень важная штука. У Душевинца для себя все было хорошо. Настолько хорошо, что он в самом раннем возрасте уже свободно пишет стихи на древних языках. Ну, латининском языке, древнегреческом языке. И не только, казалось бы, латининский, древнегреческий – это основные древнегреческие, которые нам нужно все философствовать. Но у него там еще и древнеевреевский, который он тоже владеет, по сути стихами. Древнегреческом языке был очень немцем, что он был очень известным. Еще какие-то. Очень хорошо разбирался. Вообще-то часто вы можете услышать такое мнение, что вершина владения языком – это вот как раз классификация стихосложения. То есть, если стихи пишешь, а еще если хорошие пишешь, на каком-то языке, значит, владеешься в США. И вот Шеврюк, значит, владеешься с несовершенствами в Санване. Он, кстати, тоже писал. Не знаю, нужно об этом говорить или нет, или нет, потому что до сих пор есть, конечно, большой спор. Филология. Существует один роман. «Ночные тени», по-моему, и все-таки такое. Он был папистый Суданином «Бонавентура». Это был «Бонавентура», который в средневеково вывелось поскольку «Бонавентура». А у Суданин какого-то неоса, который написал этот замечательный роман, совершенно романтический, так сказать, романтический роман. Но в Суданином «Бонавентура» вообще Шеврюк, он приковал стихи в Суданином. Но почему-то не хотят признавать, что это Шеврюк, это романтический роман. Хотя очень много, насколько мне известно, очень-очень много данных, которые подтверждают, что это его действительно произведение и так далее. Ну, это чему-то спор еще какой-то есть, не только Шеврюк занимался, я к тому, что не только философией Шеврюк занимался, вообще был со всех сторон обвалённый человек и писал разные вещи, стихи, прозы, кардиналин. Ну, смотрите, между прочим, и в контексте философского своего творчества он тоже постоянно менял жанры, как перчанки. То есть, в русской философии тоже можно попробовать разные художественные жанры. Ну, Платон Травову написал, например, как он известен, а так как он писал и прочее. Вот Шеврюк попробовал себя, наверное, во всех возможных жанрах. Именно в форме построения философского телестанта. Диалоги у него есть и все. То есть, в принципе, он писал тоже. Ну, представляете, просто какие-то трактаты, просто целистики и так далее. Вот это говорит нам о том, насколько близок Шеврюк был художественным творчеством, мировое искусство, что действительно оно очень важное, об этом вы говорите, а не подробно. Ну, так вот, вы будете нас согласиться в школу, где ему поступили нечего, и учиться в семинаре. А в 1490 году он поступает вот в этот самый студенгенский университет, где-то вы мне слышали. Она была основана в факультете. Там учатся между прочим из Гигеля и с Гюльгеля, в Великой Немецкой Провидной, которые потом, лет через десять, где-то, Они, правда, постарше учатся на старших курсах, они не прямо вместе с шерлингом, а тоже живут вместе с шерлингом. То есть, как оказалось решение, в интернатах, в университете живут рядышко. Шерлинг, деды и деды. Что-то они там сочинают. Например, групп Набросов, системы ассамбентальной философии, до сих пор непонятно, кому зачислять. Такое ощущение, чтобы все втроем писали. Специалисты про Гегель распознали почерк Гегеля. Но огромное количество шерлинговских словечек, гёдерлинговских, там тоже вставку. Видимо, как втроем они сочиняют по новостям. Этот текст, как правило, в собрании сочинений Гегеля, именно Гегеля, в срок априва, издаётся. Одним словом, они общаются и всячески дружат. То есть, настолько дружат, что есть даже такая легенда, это самое «дерево свободы». Ну, вы понимаете, что молодёжь особенно восприняла Великую Французскую революцию на ура. Всем очень понравилась эта идея. Все захотели так же. Ну, молодые. Потом все сразу поняли, что они делали. Поэтому так же не стоит. И они сажали это «дерево свободы», которое символизировало захвачиваться идеей французской революции с Гегелем. Ну, такая анекдотическая история. Прямо сразу можно фильм снимать географический. Такая легкая ложность географическая. «Я его свободу» можно включить сразу. Ну, сифонию какую-то очень красивую. И снимали какие-то там мальчики. Это как Генсон и Огарёв у нас на левого гора, где-то там, что они там делают, тянуться друг к другу, вечную руку и прочее-прочее. Ну, и всё. Шейлинг, несмотря на то, что он младше несколько лет, но он учится гораздо лучше. У него по всем предметам всегда оценка «Феликс». Ну, можно перевести к отличию 5 плюс в самую высокую оценку «Феликса» — это часть платы. То есть, насколько хорошо учился, что его зачастливые люди. Ну, для сравнения, где-то или у Гильдера, наверное, обычно «Бонн» — это наш опыт. Пословные привычки — это наш опыт. Хотя… Ну да, 4-5 получается. То есть, Лоуэн и следующая самая лучшая — это «Феликс». Шейлинг на одну позицию обгонял своих коллег. Который был постарший. Ну, так или иначе. Близкие друзья. Правда, потом все разойдутся. И с Гекелем они разойдутся, конечно, на точку философии, потому что, в момент Гекелем ополчится против всех современных им движений, и философских, и около философских. И против на торфилософии Шейлинга будет выступать. И особенно выделить романтизм, в котором Шейлинг был весьма близок. Входил даже некоторое время в кружок философских романтик. Вот Гекелем это все не нравилось. И, в общем, они рассорились в какой-то момент. А с Гайдерлинг вообще ситуация была очень неприятная, потому что, как я уже сказал, сошел с ума. И вот эти его друзья, с которыми идея в свободе сажали и прочее, они с ним не очень хорошо обошлись, потому что, как только эта беда с ним произошла, все перестали с ним общаться. Это некрасивая ситуация. Хотя, как поэт, наоборот, Гекелем, ну, понятно, безумная политическая музыка. Еще бы гениальным человеком, очень рекомендую читать Гекелем, но, правда, в переводе довольно бессмысленно. Если вы помните, у Хайдегера... У Хайдегера в какой-то момент своего творчества вообще полностью с головой ушел. В поздний период этого творчества это сплошь и рядом комментарий на трех. Постоянно задрабатывается. Это для него еще существенно было всего. В 93-м году произошла такая знаменательная встреча. Куда-то там, через Гекелем, проезжал Фиттер. Ну, 93-й год. Оказалось бы, на любом цитатуре Фиттера. Он только-только начинает свою карьеру в философскую, но уже тогда сразу он был, вероятно, знаменит, благодаря той истории из Канна. Когда мы издали первый текст Фиттера, без указания автора, все решили, что это кантовский текст, потом Кант официально опровергал прессе, выбрал имя настоящего автора, то есть Фиттера, и тоже сразу на этот философскую играли. В 93-м году уже довольно знаменитый, только кто-то начинает разрабатывать свою участие. И вот они встречались тогда с Фиттером Шелингом. В 94-м году, через год они тоже встречались. И Шелинг тоже становится фитианцем. Тут важно нам видеть, что первоначально Шелинг последовательный, такой правоверный фитианец, последователь Фиттера. И сам Фиттер тоже относится к Шелингу не иначе, как к своему ученюку. Он считал его своим ученым. И порой именно поэтому назывался приемным. А если сказываться, что уже чувствовался диаметром, кто-то какой-то мальчишек. Гениальный фитианец. Ну, пока что Шелинг Фихтианец. Впрочем, это не надо в этот момент. Первая работа Шелинг Фихтианская. Работа следующая. Первая работа называется «Я как принцип философии». И вторая работа – «Письма о педематизме и критицизме». Уже, как вы слышите, сами названия работа «Целинг Фихтианец» непосредственно. Все его терминологи – «Я как принцип философии» и «Письма о педематизме и критицизме» – «Писма о педематизме и критицизме». Все это используется в Шелинге в первых работах. Это 1995 год. То есть сколько? 20 лет? Да? 20 лет. И он уже строчил наследовательные процессы в хиропе очень быстро. После «Тюбингема» устраивается работа домашним учителем. Это совершенно обычный путь для философов. К тому времени все эти занимались. Ганн после учебы был домашним учителем. Ихты и Шелинг тоже. Единственное, что если бы все остальные как-то еще не любили это занятие Шелингом, то они жаруются. Наоборот. Он был воспитателем домашним братьев, высокого дворянского рода. И постоянно их сопровождал везде. То есть у него была замечательная возможность посмотреть, познакомиться с ЭТС, ну извините, не прочее. То есть хорошая работа, да еще и деньги зарплатили. Замечательно. Ну так вот. В 1996 году он опережает в Рейкс, в Рейкс, который уже довольно серьезный, не научен в том числе Центр. И здесь начинает разрабатывать уже свою, более-менее оригинальную, уже не совсем фиктианскую философию. В 1997 выходит книжечка «Идеи, философии и природы». Она у нас для единолистов, мы сегодня немножко прочитываем. «Идеи, философии и природы». Это первый по-настоящему важный текст Шелингом. «Идеи, философии и природы». Отсюда можно отсчитывать так называемый натурфилософский этап или период того числа Шелингом. Натурфилософский. Натурфилософия, то есть философия и природы. Это одно и то же. И прямое продолжение вот этого этапа, этой работы, другая работа, которая называется «О мировой душе». Через год, в 1998-м языке. «О мировой душе». 1998 год. Очень важно. Очень много чего происходит здесь. Он знакомится, на минуточку, с Шиллером, с Геотой. Это виднейшие люди в Германии. Клукан еще же. Это тоже виднейшие люди. Но Шиллером и Геотой это просто небожительные олимпийцы, особенно Геотой. С которыми он будет довольно близок к Шиллеру. Шиллером и Геотой. Здесь нужно оговориться. Насколько он близок? Ну, довольно относительно. Вообще с Геотой, близким чрезвычайным словом. Геотой всегда находился на стороне, если я не говорю, что как с ним? Он только на какой-то очень большой дистанции, как с ним. Великим и учителем. С Шиллером попроще. Шиллер сам, как персонаж, попроще. Но почему-то такая ирония судьбы у них особенно общего языка с человеками не сложилась. Сказалось бы, люди были по темпераменту, по уму, близкие. Великие ораторы и тот и другой. Но почему-то, когда они оставались друг другом, особенно ничего им в голову не приходило, они в картах просто играли. Вот если это не лучше, то встречались с Шиллером и обычно просто играли в карточки и особо ничего не обсуждали. Ну, в чем тут дело, может быть? Сложно сказать. Шиллер вообще был довольно далек от натур-философии. Этим он совершенно не интересовался. А вместе с натур-философией и проблемами, например, современной физики и современного естества знаний. Это его мало интересовало. А то вот Геота это очень интересовало. Вы знаете, что есть даже целый такой сюжет. Геота как естествоиспытатель. Он же у нас на теорию цвета разрабатывает. А кто-то тоже с ним почитает, действительно. Какое он был естествоиспытатель. Очень интересный и очень важный. Потом, не в последнюю очередь, на вот этих вот естественных научных разработок Геота много чего в своей философии, где, например, выглядит Шпилга. А потом, например, Шпилга. Везде Пугушевы. Они будут такими геотеанцами. Не в смысле такого политического образа Геота, а не геотого естественного испытателя. То есть он тоже порадил философский имени и после себя оставит. Ну вот так. Такие знакомства у нас в Геота происходит. Вообще для такого молодого человека, только 20 лет. Это очень серьезно. Это очень серьезно. И в это время Шейлинг уже отходит от Фикта. Фикта уже начинает чувствовать неладное. Он уже начинает немножко на повышенных тонах переписывать Шейлинг. Он понимает, что вот этот мальчишка, ученик, он уже отходит в какие-то другие контекции. Отход от Фикта непосредственно учится к чему. Как вы помните, никакой философии природы, никакой натуры философии у Фикта не было. Я этим много не занимался. Это его совершенно не интересовало. Здесь Шейлинг подхватывает вот эту никем не занятую ничь. Он пытается разработать, пока что использует философии, разработать то, да, нога философии. Он уже в 1998 году. Я просто сказал, что важные годы зашли. Что еще происходит? Он становится профессором. 23 года. Профессия. Экстраординарная профессия. Немецкая система экстраординарная. Ординарная, знаете? Ординарная – это который на зарплате. Которому университет платит зарплату ординарную. Экстраординарная профессия. Ему университет зарплату не платит. Вот так вот. Жадничает. А кто платит эту зарплату? Сами студенты. Скидывают свои деньги и платят зарплату. А ординарная считать русослужащим. Ему администрация русского русского языка. Но Шемминг пока становится экстраординарной профессией. Но профессором. Причем без каких-либо экзаймов, без диссертации, без габилитации, без слов. Просто он такой. Есть такие люди, которых она любит, потому что они вот такие. Им дело даже ничего не надо. Шемминг в то время был такой. Его все очень любили. И поэтому им даже делать ничего не надо. Более, что представитель, это экстраординарная профессия. Где? В Йене. В Йена. Великий Йенский университет. Философская. И не только философская, но и литературная. Столица того времени. Там пока что в Йене Фихте. Это мы все помним. Через год Фихте с позором изъятой погоды. Помните такую скороботеризму? Т.е. где-то годик Шелин с Фихте еще пересекаются. В Йенском университете. Потом это закончится. Здесь же, в Йене, в 98-м году, Шелин знакомится с романтикой. Это очень важно. Там происходит расцвет, подъем немецкого романтизма классического. Он сближается с романтиками. Даже входит в кружок немецких романтик. Кто это такие романтики? Помните, как вы можете строить театру? Немецкие романтики. Можно начать с тобой чуть-чуть в тему? Сложно, да? Говорите о России как непонимающейся в ней ничего в философии. Когда вы сколько времени говорите постоянно о том, что присутствует везде тематура и романтизм именно в России невероятная классика для тех людей. Да. Значит, назначально позже. Поэтому философия, как изначально, была, но чисто-расисты со своими политиками, со своими шумами, над временем, из которых вышли потом все эти поэты. Это же не помню. Нет, не сплю. Да, романтизм, целый пазм в России. То есть не только позже. Только позже. Если говорить о негативной науке, а именно пока некая абстрактная чувство, то есть вы все это не понимаете честно? Странно это делать, абстрактные чувства. Ну, если говорить о том, как образцу, когда вы говорите. Вот с этим я не соглашусь. А то эта литература, она работает с жизнепримытием, она работает с образом. Философия – это философия, она работает с понятием, совершенно разные вещи. Нет понятийной литературы, нет образной философии. Если это начинает смешиваться, в 20 веке сейчас, в какой-то французской философской земле, то это уже их проблемы. Это разные вещи. Образ – это образ художественного образа, это художественного образа. Понятия? Это понятия. Это разные вещи. Понимаете, в чем это? Аналогию? Аналогию? Аналогию можно провести очень легко, всего совсем. Монне и аналогии. Весь мир смежен. Нет, нет. Совершенно не так. Я поочеркиваю, да, что тот же Шевернг был близок с литераторами, очень близок. Он сам писал литературу. Он прекрасно отдавал себе чашку, что он лишь литературу, и пишет литературу, когда он ищет философию, ищет философию, разные вещи. Общее – только одно литературу – философию, потому что там и там определенным образом используется язык. Науки, наверное, тоже используют язык, хотя приходится. Правила науки пытаются уходить от естественного языка, искусственного языка, театра, русский, математический и так далее. А литературе философно работает непосредственно с естественным языком. Это общество. Поэтому многие философируются и в театре. Ни одно и то же. Ну да, я понимаю, я просто предупреждаю, чтобы не дай Бог не с вами души и такое неразличие. В России это как раз всегда чувствовало. Литературе. Тоже в СССР. Тоже в США. Сложно. Сложно. Что касается России, да, антизм будет очень серьезно разводить в России. Но он позже. Конечно же после времени. Кстати, Шеллинг в Российской империи невероятно популярный. Он будет дружить с огромным количеством писателей и философских. Они были большими друзьями с Тюччевым. Вот если вы Тюччевы читаете, какие вы самые знаменитые стихи сейчас помните, то там прямо такое явное шлиунгианство. По самому случаю, наоборот, философию. В поэзии Тюччев это такое. Вот я к тому, что в социальной литературе философ не знаю, да, почему это меня очень перекликается. Почему нет? Кишки. Потому что там слова. Не, я понимаю, что говорится, да. Я считаю философию. А это эмоционально, потому что затрагивается. Суфи эмоционально. Суфи эмоционально. Я не знаю, но она как-то... В риску часто раз почитаю. Очень не эмоционально. Очень не эмоционально. Ну, не все. Продолжаем. Литература и философия, да. Как раз на этом сюжете сейчас стоим. Литература и философия. Шерман снижается с кенскими романтиками. Невские романтики, я в первую очередь, кто? Это братишки Эйкер. Старшие брата, русские пилиши Эйкер. И младшие брата. Младшие – это бакланты. Лушкиенский романтик. Это Фридерик Шерман. Там же Людмитектик. Тоже знали романтику. Там же Навальца. Навальца – это одна самая серьезная филанская романтика. Навальца, вы понимаете, всегда нет. Фридерик, он и нагадывает. Вот и сближается со всеми ними Шерманом. Т.е. оказывается философом при литераторах, если можно сказать. Романтика. Мировоззрение у них очень нравится. Об этом и скажу. В Йене, в Йенском университете, Жен постоянно начинает читать свой курс на ту философию. Это единственное, что его в данный момент захватывает. В 1800-м году выходит его знаменитый ритм «Система трансцендентального идеализма». Наверное, слышали о том, «Система трансцендентального идеализма». Это такая попытка объединить на ту философию и, собственно, трансцендентальную философию такого фильтранского разлива. И сейчас, часто считаю, вы можете связаться с этим. Что-то главное в Шермане, основанной системой трансцендентальной идеализме. Здесь можно сказать, главное или не главное, но очень существенно. Я рекомендую рассмотреть и читать динамики. А в этой работе у нас работают. Что еще происходит такого интересного жительства Шерманка этого периода? Заближается, таким образом, с женой старшего Шребера, с королями, с августом великим Шребером, с этой королями было все не очень хорошо. В любви ее особенности не было. Они приближаются с Шерманком. Можно сказать, Шерманку лодит, женщина. А то нас, конечно, не должны интересовать. Такой и был. Надо отметить, что в этот период своего творчества Шерманк занимается далеко не только философией. Их, кстати, далеко не только свои рассыпленные ведут, далеко не только театр. Кроме того, он занимается естественно знанием, он занимается медициной. То есть он должен быть доктором медицины в какой-то момент. Он занимается активно журналистикой. Вообще энергии учатого Шминалка, потому что такой фактор выпускает журналы на зрительной физике, когда совмещает эти философию, и сознание, и журналистику, и так далее. Ну и активно пишет только стихотворение. В 1902 году здесь такой пик возближения с Гегелем. Скоро они будут расходиться, да? Они с Гегелем организуют журналы, которые называются «Критическую философию». Здесь уже стих-то у них ничего прочего нет. Да, он сближается с Гегелем, потом за старым советским. Далее, в 1903 году, в 1903 году, Шминалка, наконец-то, жениться с Гегелем. Там был долгий развод. Ну, не так просто, как сейчас. Тогда, кстати, было сложнее. Там сразу был позор в обществе и так далее. Но свободные философы и литераторы, они же могли себе позорить всё. Свободные люди. Теперь пощищены общественному вкусу. И в то же время Шминалка начинает активно работать на свои классические искусства. Дальше, в биографии Шейфинга. Мало чего интересного происходит сразу. Не буду вдаваться в какие-то детали. Вот что важно. В 1903 году умирает Каролина. Для Шейфинга это настолько серьёзное событие. Не просто серьёзное событие личного характера, а серьёзное событие его творческой и голосовской жизни. Потому что после 1809 года, после смерти Каролины Шейфина, сам Шейфинга практически ничего не опубликует. То есть застывает его творческая деятельность. Он, конечно, будет преподавать, будет делать новый курс, считать новый курс. Он практически ничего не опубликует. А жить ему, собственно, очень много остается. Практически полвека. Вот так эта трагедия на него повлияла. Это сложно говорить. Трагедия на него повлияла или на какой-то момент ему было сложнее пытаться что-то новое наращивать философию. Не знаю, как его происходило. Поэтому об остальном скажу, как работает некоторое время в Минкетине, то есть в Бабаре человек. Человек знаменитый, человек популярный всё же. Философия менее популярна, но как Дейкин, его выбирают членов Бабарской академики. А, академик художеств тоже, по-другому, таким линиям работает философия. И это искусство. Человек всегда, академия художеств. Но позже он переключается на мифологию. Он начинает разрабатывать курс философии и мифологии. В 1934 году у него новый курс философии «Откровения». Тоже, по-моему, приведена на русский язык философия «Откровения». Но уже в этот момент «Откровения Шерина» стоит на Дейкин. Это неудивительно, потому что первый философ в Германии того времени нету Гегеля. Они Шерина были в виде Влада. И по философской части тоже, не только по речи. Хотя в 1931 году Гегель умирал. А после смерти Гегеля философия стала развиваться в совсем другом направлении. Неизменно на Гегеляской почве она развивается, но уже не на Шеринбянской почве. За Шерингу философии того времени уже месяца была. И выходит, что вся популярность, вся значительность Шеринга она выпадает на ее молодые группы. То есть самый конец XVIII века, самое начало XIX века. Там есть какие-то серьезные вещи в художественном развитии, но позже уже мало что. Хотя, к слову сказать, невероятная популярность Шерина в Российской империи. Там его все очень любили. В Германии уже все там были, активно в Российской империи его стали проникать в Шеринбян. Шеринбян действительно очень сильно влиял на нашу юную отечественную философию, которая так возрождалась. И на Чаотайову тоже влиял, и на многих других. И в последнюю очередь наш всем любимый Владимир Соловек он был частью Моякости. То есть он преподавал Диазару Меякости, как оказал, не очень совершенно верно. Вот. Ну, по конец жизни, как главная тема Шеринга, это уже не только философия, это уже искусство, даже это философия и мифология. То есть какой-то своеобразный крем из старости и юности происходит. Он уже, когда студентом был, писал какие-то работы небольшие мифологии, это тема его интересовала. Вот. И искусство впадает в такое детство, и еще не верно. Интересно, кстати, что лекции Шеринга этого клиента посещают херастые люди, вероятно. На Шеринга ходят, например, гангиты с Молотой. Ну, что нам забыли, понятно. Уже, вроде бы, это уже Энгельс, да? В сороковые годы, там, во всеми теории, гадкие идеалисты. Ну, вот, вообще. Киркегор, кстати, посещает Энгельс Шеринга. Естественно, можно найти более противоположных по духу людей, чем Энгельс Киркегор. Энгельс Киркегор получается объединять по поводу и по поводу это тоже бывало на лекции Шеринга. Ну, не суть. Ничеловато, особенно, в этой истории жизни, которая помирает Шеринга, в 1954 году, русского швейца. Такая вот странная, сумбурная жизнь. Надо сказать, что и философия, она довольно странная и сумбурная. Вот, например, окончательную систему Шеринга так и не построила. Таким грандиозным систематиком, как Геги, он, разумеется, не был. Он все всегда начинал заново. Выбирал себе какие-то новые темы. Ну, был уже где-то натурфу философию, философию искусства, философию факологии, философию откровения. Совершенно разные темы. Можно, конечно, как-то соединить, но для этого нужна определенная система творчества, таланта, как у Геги. У Шеринга такого нет. Один у него это все распродается. Это возрозная вещь. Чаще всего Шерин написал введение. Не трактат цельное, а введение. В этом мне, кстати, напоминают гусары. Помните, если вы посмотрите на полку, в магазине книжки гусары, а там взяты введения, идеи, к чему-то, к тому-то, в воде. Так или иначе, даже на уровне таких введений и идей к чему-то, к философии, к природу, тем не менее, все эти введения, все эти идеи с философской точки зрения невероятно значимы как у курса. Несмотря на то, что одни введения, наверное, самые значительные вводы с философией. Ну что ж, давайте теперь рассмотрим философскую Шерингу в контексте общей истории философии. Но мы с вами уже более-менее так понимаем, как в своей истории философия развивается. Я бы так сказал. Понятно, что она развивается генетически, но она развивается и диалектически. Что я хочу сказать. То есть, не внутри философии существует диалектика, какой-то отдельный метод, стратегия какая-то философского человечества. Нет. выходит так, что сама философия развивается диалектической. С чистой, с только философской точки зрения, диалектика, оказывается, принципом развития философии. Что я имею в виду? Вот берем новое время, которое мы с вами даже не можем изучить. Берем новое время. Новое время в философии порождает два ключевых магистральных течения философского течения направлений и мущества. Ну, это рационализм, понятно. Рационализм – это то. тката, спиноза, ревности, в последнюю очередь, когда следили, все сложнее, и эмпиризм, еще в другую сторону и как правило, именно английские перед англичанами у нас не берут. Бекон, Гобс, Лок, ну, только они, просто не следуют. И что же дальше? Вот две линии. Линии противоположны, они противоречат друг другу полностью, во всем. Они нигде не могут зайти, казалось бы. Казалось бы, сойтись и нет. Вот что хочешь, что и выбирай. Чему-то больше душа у философа лежит, то направление разрабатывает. А что делает Кап? Вот так просто, с этими двумя линиями философскими нового времени. Почему Кап – это такая вершина? Почему он такой революсальный? А потому что ему дается таким образом, мы называем, творчество и соединение – объединить, примирить национализм и эмпиризм. Каким образом? Помнить, что делает Кап? Что им вообще нужно? Каким он ставит вопросы, какие-то проблемы? Он пытается обознавать Богу. Его опыт интересует, он из-за опыта искует. Есть данные стекла. Эмпирия. Их пытается понять, что это, откуда это, почему это, что такое опыт в нашем человеческом мире. Вот это вообще опыт стола, предметных, если он ходит в жертву, это пример. А что будет у нас рассудить? Исходит из опыта. Обосновывая опыт. Но где он находит обоснования для опыта Канта? В априорных принципах рассудки и чувственности. Я не знаю, в априорных формах рассудки и чувственности. А это уже страна рационализма. В априорных формах. Чего? Разум, рассудок, рационализм, рацион. Объединяют, синтезируют эти две бескрайние тенденции. Они были разветвлены, и вот в точках Канта они соединяются. Происходит синтез. Ну-ка дальше, что все соединили, нужно спокойно существовать. Как Кант, кстати говоря, хотел спокойно существовать. Он же претендовал на то, что я отдал какие-то последние основания и глазонствования. После меня можно только как-то это привести в договоривые виды, и все, и глазонфия готова. Чего? Больше он не надо. По-моему, это же отличный. Что отличный? Соединить опыта, потому что мы эперический путем достигаем понимание, почему так или иначе, и не иначе. Соответственно, национально, мы понимаем, можем... Я вас не понял в смысле эперический путем вы достигаете понимания. Как можно эперический путем и эперический путем достигаете понимания? Опыта это? Да. Чувства, чувства. Вот, смотрите, я беру... Какая разница? Но мы уже разумом понимаем то, что мы начали... Разумом, или чувством? Опыту проводим. Я просто говорю, потому что очень логично. то, что он их объединил, сумел. Мне понятно, как? Так он здоровый. Очень хорошо, что вы понимаете. Вот, долгое время до Канта было как-то непонятно. Сидели эти замечательные мужи, как правило, немецкие, почему-то, и вот им было непонятно. Нам сейчас понятно, да, Кант проделать большую работу, нам стало это понятно. А тогда было непонятно. Весь вопрос в том, что первично для нас? Да? Супер личный для нас. На чем строится наше познание? В общем, вопрос о познании. Мы с вами что-то знаем. Я что-то знаю. Вы что-то знаете. В учебнике что-то написано. Все знание. Вы помогаем знание. На нашем с вами, вообще, знание человечество. Да? Каким образом это знание становится знанием? Как мы достигаем этого знания? Опытным? Будьте индуктивным? Можно очень долго ставить какие-то опыты с, наверное, на этой ручкой, например, напады, я записываю, что там падает с такой скоростью, и прочее прочее. Это знание. Или что-то другое знание. А здесь совершенно другая форма знания. 224. Ничего здесь не падает. Никакой ручки у меня в раке нет. Совершенно другая форма знания. Число циалистическое. Получается так, что, например, опытное знание никогда не может быть необходимым, потому что без индукции необходимости не выводится. Сколько бы я ручку ни кидал, и записывал в тетрадочке, упало. Один раз. Второй раз упало. 1258-й упало. Необходимости из этого не складывается. Только количество. Я могу знать только одно, что. Ну, наверное, упадет опять. Но сказать, что это строго необходимо, я не могу. Не имею права. А вот в математической недопице имя, ну, почему? Хороший вопрос. Собственно, тот вопрос, с которого ганты используют для своего опыта. Да? Как возможно, синхетические суждения априори, а синхетические суждения априори, у нас в инзематике она речествует, в сознании чистом и прочем. А вот в опыте, согласовестно, синхетических априорных суждений нет. Нет необходимости. Есть только индукция. Есть только, может быть, но никогда не есть. А вот в опыте. Должен был появиться Канн, чтобы поставить этот вопрос именно таким опытом. Чтобы пытаться находить обоснование опыта, опытной индукции. Не в самом опыте, не в чувствах, а в определенной форме раком, рассудок, чувственности, нравом. Канн до этого, не только не хорошо, и совместил эти вещи. И назвал свою вот эту философию, которая синтезировала рационализм, и березнь. Как? Критическую философию. Или трансцендентальную. Одну и тощу. Ну, пусть бы критическую, да? А вот всю философию, которая была до него, которая была не критической, Канн объединяет в любви к опыту. Догматической философии. Догматики. Догматики. Почему это догматика? Догматика. Догматика – это то, что мы с вами просто принимаем, да? Не поясняем. Мы не можем долго пояснить, иначе она догматика перестанет. Вот поэтому та философия была догматическая, потому что она принимала какие-то первые посылки, не исследуя их, не вопрошая о происхождении, а просто принимала и все. Догматическую, так сказать. Уже потом из этих догматических предпосылок она могла эту философию развивать все, что было. Какие-то грандиозные, совершенно архитектонические формы философского понимания. Но предпосылки были приняты на веру. С этим Кант, как человек очень строгий, согласиться не мог. Ему нужно было все поставить под этот вопрос. Это не то была догматика, а здесь критика. Что выходит? Выходит, что вот в этой точке Кант, в которой у нас соединяются две предыдущие линии, из этой же точки, на следующем, уже тихо, снова выходят две линии. Получается что-то вроде цепочки ДНК. Вот здесь есть точки схождения, точки синтеза, можно так это обозначить. А это точки противоречия. Они другими противоречия. Они не смыкают. Они противостоят. Либо мы исходим из опыта, говорим, что опыт первичен, что чувственный опыт первичен, и уже на основании чувственного опыта я строю понятие. Или нет. Или мы исходим из понятия, то есть из так называемых рожденных идей. Основание которых? Рожденных идей. Рожденных идей. Королюка. То есть есть какие-то первые понятия, которые уже дальше оформляют нашу опыт. А вот здесь, допустим, у нас Канн, который синтезирует. И дальше происходит разветвление. У нас здесь получается тоже какая-то критическая философия и догматическая философия. Канн считал, что с догматической философией покончили. Потому что вот после Канн, после критической философии, уже никакой догматики быть не может. Мы ее завтра скинули. Но Фихта уже не был такой, в этом выявленный. Фихта-то, конечно, был приверженцем критических философов, разумеется, трансцендентальных философов. Да? Да, это так. Ну а так, что он говорит? Он говорит, что есть, опять же, две вечные магистральные линии философии. Только уже не рационализм, а уже критицизм и догматизм. И вот они противоположны друг к другу. Почему? Потому что критика настоящая. То есть Фитранский. Критицизм отрицает реальность речи в себе. Как вы говорите, да? Речь в себе есть конструкция, а второй конструкция. Применяется познающий в субъекте. А рогматизм принимает речь в себе как некую реальность, вне положенную субъекту. Один принимает одно, другой принимает другое. И опять же, на какую сторону нам встать? Опять же, как будто зависит от нашего личного выбора. Мы вместе с них и так пишем, что это зависит от имперального философа, от характера философа. И сразу же начинают границы, говорить, что если людям уж так нравится рабство, если уж они чувствуют себя настолько несвободными, то пусть они, конечно, принимают реальность, исключение в себе. Но если философ чувствует себя свободным, то он, конечно, тогда без сомнения выберет критическую позицию. Потому что критическая позиция есть позиция свободы. Потому что только там субъект свободно и творческим созидает вещи, свое восприятие. Вещи, не даны ему только восприятия. Да. Такой вот философский флёрт, очень плохарактер. Нам самое главное понять, что здесь опять происходит какое-то расслоение, расходение на две части. Да? На критическую философию и на дематическую философию. Вот, кстати, такой вершиной дематической философии считался тогда, как и всегда, на спину. Спиноз это вершиной дематической философии. Вот, у него есть абсолютно абсолютная реальность. Вне мышления. Да? Вне мышления есть абсолютная реальность, а мышление есть только... Что? Ну, атрибут какой-нибудь. Атрибут – это абсолютная реальность. То есть не основа. Основа. А только некоторое следствие. Кожи на такие материалистические люди находятся, да? Есть материя, и она развивается материально. Потом эта материя неким образом порождает из себя пораженность сознания. Ну, это не то. Это не то. Кто-нибудь помнит, как у Маркса? Откуда у Маркса появляется сознание? Я тоже не помню, потому что нет. Понимаете, чем делал Маркс? Это самый любимый момент, когда просто трудились, 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 и в какой-то момент труда, как чёрный взрывается, и в самогете выпрыгивает сознание, руки бездрастные, которые выждают. Этот момент совершенно не проясним у Марксисской философии, разумеется, потому что не проясним. Мы не можем связать эти вещи. У нас, конечно, в итоге никогда нет наблюдаемого, зримого, как угодно, даже мыслимого перехода. Помните картезианские проблемы? Как связано? Мышление и протяженность. Какой точек связано? Человеке? Человеке, да. В широком революции. Это более анекдотический очередной вопрос. Ты как тоже до конца не знала. Но нужно было приведать к тезису, что Бог, я скажу, с удовольствием, С удовольствием, с удовольствием, с удовольствием, как объяснить, вывести мышление и из материи, например, выговорят, что мышление есть функция. Хорошо. Как тезис, я зашел. Обоснование тезиса – как можно доказать, что мышление есть функция? Можно доказать? Оказывать, выговорят, 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 а не в нотках, которые есть чистая тезис. И прочее. Это очень сложный момент. Сцепление одного и другого нигде, пока в философии, окончательно, то есть, она не была. Где кто-то сцепляется, очень твердно, но не судьба, обращаясь, в нашей цепочке всех седних другоплений, богатый стой. Догматизм и кредицин. Я сам себя называл критической философией, а сцентральной философией, а Спино заделил его догматикой. То есть, на уровне каких-то сохраняется удовольствия, противоположных, да? Либо дегматизм, либо кредицин. То есть, дегматизм после какого-то не то, что бы побеждет. А какого-то не побеждет. И всегда можно продолжать спокойно занимать точку зрения спинотика. И было много спинозистов. Рейсинг, например, под спинозисты. Это был большой скандал. Рейсинг под спинозисты, потому что очень плохо под спинозисты. Ну да, вот именно так спинозисты. Господа, кстати, Шейлинг, кстати, тоже в последнюю очередь очень много спинозистов. Вы понимаете, вся эта его тематика, натура, философия, природа, возникает работа. Он должен продолжать соответственно письмо. Ну так вот, побежден ли гармонизм? Нет, не побежден. Кривицизм у нас исходит из чего? Субъекта. То есть, субъект в познании он первичен, а объект ему подчинен. Я субъект познания. Все есть объект, включая вас. Для вас я тоже подчинен. Объект подчинен в познании субъекта. Субъект первичен. Это все мы говорим о фильтре. Я и не я. Я – это исходная позиция, не я – это производственная позиция. Я полагаю не я. То есть, субъект творит свой объект. Поэтому этот объект и значительный. О нем еще мало сказано. Как правило, я говорю, это разумеется. А эмонизм, получается, исходит из объекта. Оспин, он вспомнил. Он исходит из чего? Из субстанции. В субстанции есть такой высший объект, если приводить в термин. Субстанция. Субстанция есть одновременно и бытие, и мышление. Помните, да? Одновременно. То есть, бытие и мышление – это модусы единой субстанции. Субстанции объединяются. почему мы можем мыслить, чтобы какую-то реакцию мыслить. Ну, потому что это одно и то же в их форме смысла. В единой субстанции и путее и мышления есть одно и то же. Да? Уже потом это раздваивается. А изначально это одно и то же. В логе это одно и то же. Да? Субстанция это одно и то же. В путее и мышление реальное и идеальное. Рес экстенза, Рес ходит. Рес экстенза – это вещь партижанная, а Рес ходит – это вещь мысли. Да? Ну, противополно. То есть, они едины. Абсолютная реальность субстанции. Бог или природа. Т.е. мы не выбираем Бог или природа, а Бог или природа в смысле одно и то же. Да? Можно сказать Бог, а можно сказать природа. Без разницы. Это одно и то же. Это называется как пантеизм. Да? Бог или природа. Пантеизм. То есть, перевод на русский язык, все есть. Все есть. Это высшая точка развития дематическая философия. Да? Бог или природа. Как обстоится природой дело у Фихтов? Вот критическая философия. Что она может нам сказать о природе? Что она может нам сказать о материальной вере? Что она может нам сказать о реальности? Чистые веры дела обстоят у Фихтов природы. И тут уже даны все предпосылки для того, чтобы появился шефер. Что говорит Фихтов? Фихтов говорит, что природа есть творение Я. Субъекта. Абсолютно. Чистого Я. Это значит, что весь мир природы можно строго и последовательно вывести из Я. Из субъекта. Логически просто. Выводить, выводить и не вывести. Может, да. Допустим. Но у Фихте вот этого видео. Он не выводит природу из Я и субъекта. А что он вводит субъекта? Он, следуя идеологическому методу, выводит не Я из Я. Что такое не Я? Это не то же самое, что природа. Это не то же самое, что материя. Скажем так, это форма природы. Для меня природа и материя всякая любая. И субъекта. Да она в форме не Я. Ну, это легко, да? Понятно. Вот Я, вот это не Я. Логично. Я не могу сказать, что это не Я. Это не Я. Хорошо. Допустим, не может вывести Я из не Я. Для меня я всегда первую очередь. Да? Потому что Я. Для самого себя, как субъекта, есть направная точка любого знания, любого чувства, любой мысли, все чувства. Поэтому Я и первую очередь. А не Я вторую очередь. По форме. По логической форме. Но можем ли мы отождествить вот это вот чисто логическое не Я, формальное не Я с материями? Ну и тоже. Да. Можем только формально. Потому что по форме вся такая материя для меня есть и я. А содержательно можем? Мы это зададим с вами наивные вопросы. Наивные вопросы-то хорошо. У вас можно задавать вопросы. В хорошем смысле наивные вопросы. Как вывести из Я из судения? Не просто чистую форму объекта. Не Я. Но именно качественное содержание природы. Именно качественное содержание материи. Как из формы Я и из чистой дедуцирователь. Например, у Теректора. У нас здесь нет. Или Тафына, например. Молодой у Школы. Как можно с чистой формой дедуцировать ручку? Можно ли? То, что дерево или ручка по форме есть не Я, это непонятно. По форме. Для меня тогда получается на формальном уровне без разницы. Что я буду в дерево или ручку, или живого человека, или космический корабль, или планету. Без разницы это все будет для меня на формальном уровне. Не Я, не правда. Это все. Тогда в чем разница между ними? Откуда возникает между ними разница качественно? Между деревом и содержанием? Содержанием. Содержанием. Ну, сложно вести из себя дерево. Дедуцировать из себя дерево. Я говорю, что это отдельно. Хотя по форме, я думаю, что ручку. Не знаю, может. Ну да, если человек производит, тогда просто на шаг назад. Когда он где-то нашел все эти материалы, из которых он это производит. Не из себя же. Это действительно такой сложный вопрос. Наивный, но очень непростой. Фихте этот вопрос не разрешает свою философию. Он, наверное, понимает, в какой-то мере, что это для его философство трудный вопрос. И он всячески пытается его избегать. Постоянно делая акцент на тех спиров, которые можно дебюцировать из себя. Например, свобода, право, историю. Это все в форме субъекта, неправда. Свобода – это форме субъекта. В эту свободу можно дебюцировать из себя. Право можно дебюцировать из себя. А вот дерево нельзя. Дерушку нельзя. Понимаете? Получается то, что оно предметно, да? У него… Да. Совершенно. Совершенно правильно. То, что непредметно. То, что есть не, допустим, чистая форма предменности. Не предмет, а таковая форма. Форма моего мышления. Конечно, форма моего мышления легко дебюцируется из моего мышления. Но вот как содержание предметности выводится из моего мышления? Правда? Выводится в них. Ну, несложно вывести дерево в ручку и исполниться в ручку. Отходы. Так я все веду к тому, что здесь раздвигается пространство для дальнейшей философской практики, для новых каких-то проблем в ручку. Уже у Фихта раздвигается пространство, если внимательно его считать внимательно, а критически к нему относится. Ну, ко всему относится. Тогда можно найти этот пространство, раздвинуть этот пространство специально. Да. Я этот вопрос сейчас когда подвешиваю. Как дебюцируется содержание? Как дебюцируется материя, когда дебюцируется пространство? Пространство? Нормальное. Все время нормальное. Все эти категории, штанция, абсциденция, единичность, множество, все это нормально. Дебюцируется измышленность. Это и есть форма. Кошка или лягушка? Как бог. Хотя формально кошка или лягушка подпадает только категории. Как они объясняли? Вот это, кто волнует, вот это, кто живет. Вот эти вопросы. Есть какие-то высказывания их, как они объясняли. Если бы был один за, как богачил его, а какой вопрос? Ну, за это? Смотрите, я только что сказал, что, прекрасно понимая, что это его проблема, и по большому струнению ее философии, я пытался избегать этого вопроса, обоснования содержательной стороны дела. Шейминга. Это просто отдельный разговор. Которому я сейчас предложу. Он, как раз, будет самозвратен. Я поэтому сейчас не трачу наше время на эти вопросы, чтобы понять, зачем вообще Шейминга понадобился в свой руководитель? Откуда он такой взялся? И что нам, может быть, в нем с вами интересно? Просто же так. Вот. Сдалкивается. Дерево, ручка, кошка, лягушка. Такие вещи, философия, оказывается, занадутся. Скажется, за философию занимается, а тут такие вещи, занадутся. Оказывается, что природа, она, хоть и объект для субъекта, но содержательная, она существует как-то сама по себе. И как субъект, я на нее не влияю. Как субъект, я влияю на какие-то формы данности природного содержания, не влияю. Да. Но опять же, все вещи, которые я перечислил, попадают под категорию раз очень. Что дерево, что ручка, что кошка, что лягушка. Например, под категорию единства. То одно, это одно, это одно. В категорию субстанции тоже попадают. Потому что, ну, вчера кошка и сегодня, это одна и даже, но и та же субстанция. Вот. Оксиденции есть какие-то. Например, кошка черная, а я на нее вылету красную браску, и на две красные. Значит, есть оксиденция определенная. Тут, конечно, ремонт с их привлением. Она может быть черная, она может быть красная. При этом оставаясь само собой эту субстанцию. То же самое могу сказать. То же самое могу сказать относительно дерева, ручки, девушки, и чем-то это не всегда было. Но мы почему-то понимаем, что это разные вещи. В категории одни и те же, а вещи разные. Правда? В чем разница? Откуда нам понять от содержа? Вот это фиг нам не объясняет. Нигде никак не выводят природу из этого своего чистого лета. И в этом большой проблем. А мы ведь все-таки с вами в философии, на том числе один понимать, один понимать природу, один философствовать за ним. А между прочим, рядом развивается естество знания, физика развивается. И вот в физике как-то все равно, что там говорили о том, как «я» полагает не «я». Представляете себе физику, которую я думаю, что «я» полагает не «я». «Я» полагает эксперимент. «Я» полагает эксперимент. Пусть никак не логично. Но все дело в том, что если с познанием, в отличие от Виктора, как раз таки пытается объяснить природу из нее самой, исходя из содержательного качества природы. Ее законы, их законы природы, это именно ее законы, а не законы «я». Хотя здесь нужна оговорка. У нас очевидно, что форма этих законов, опять-таки форма этих законов, идет от «я». Форма законов идет от «я». Мы сами законы. Откуда это? Закон непосредственно природы. Вот тут-то и появляется «жель». Тут он и оказывается необходим. Необходимо, стало быть, понять, что такое природа. Вне зависимости от чистого «я», вне зависимости от суммы «я». Это значит, что значение ошельного истории философии именно на ту философию. Да. Именно на ту философию. Это его вклад в философию. На ту философию. Я даже здесь могу сказать, что, ну, так с натяжкой их, конечно, просто рискнул, что у каждого великого представителя нашей немецкой философской классики была одна какая-то своя семья страна в итальянском поле. Кто-то в чем-то одном был хорошим. И так и есть. Так вообще в жизни бывает очень часто. Да, вот в чем-то своем. Ну, с Кантом сложно. Кант, конечно, стоит осадить. Он преуспел почти во все. Но вот Фихта, да, у него есть свой собственный фокус. Особенно это, конечно, знание, познание, аналогические формы знания. Но там он был силен. Не очень быстро на общение. Как вы видите, например, с природой он вообще полосается при красно-сосуде и у сильных странах. А вот все у него будет своё оборудование истемологическое оборудование. А вот Шелинг у него как раз-то получается природный. Получается на тот философный фокус. Да, да. Или сильных странах. Здесь он опять трудно, потому что в великой систематике у нас все уместит в свою философную систему. Но если уж выделять у него какой-то фокус. Насколько строится. Я, наверное, сказал, что это история. История, что движение Духа – это история как развитие, как становление. Так вот это часто в философской литературе обозначается. Одиссея Духа. Красиво, поэтично. А почему Одиссея, кстати? Это неспроста. Просто путешествие в форме эпоса про Одиссея. То есть очень важный момент, потому что нужно плыть, плыть, плыть. Ну, наверное, берем, сходить, воевать с какими-то чудовищами, и прочее. Но очень важный момент для Одиссея. Это, ну, безумственно, вернулся к самому себе. Вот Гегель от Духа, он, настоящая десерия, ходит от себя, долго движется, и, прощаясь обратно к себе, пройдет десерия. Но денег нахожусь. А потом, давай, попробовать. Отдельно. Сейчас шеем. Очень плохо природа, но тут философия. Усимая сторона – это фокус. Мы с вами увидели, что этот фокус, чисто исторический, тогда было абсолютно необходимо. Потому что была проблема. Философия без проблем ничего не происходит. Виктор оставил, ну, скажем так, пространство для установки этой проблемы. Благодаря этому Шевель смог эту проблему поставить, грамотно поставить, сформулировать Торис, а затем начать ее разрешать, то есть строить концепты, создавать концепты, которые выделили на эти дорогу. Философия просто описал философское общество. Философия стоит на двух словах, это проблема и конца. В первую очередь, нужно формулировать проблемы, поставить проблемы без проблем, и не ему. Какой философия содержит. А по литературе? По литературе могу заниматься без проблем. То есть, создать полноту души, и будут с ним описать. Хорошо у меня, проблем никаких нет у вас, у меня, безусловно. Ну, скорее всего, беременность. Ну, не важно. А вот у вас это так не получается. Нужна проблема. И в проблеме не лежит где-то. По углам ищут проблемы, можно формулировать самостоятельно. Это первое. А второе – это концепты. Понятие. Это как бы попытка разрешить проблему. Попытка ответа на поставленный вопрос. Вот так философия двигается. То есть, придется такая же простая схема. Кстати, не очень много. Так. Это мы поняли. Натурфилософия. Подробно философией будем заниматься в следующий раз. Что еще можно и нужно, наверное, сказать о человеке, прежде чем непосредственно текстами заниматься? Ну, смотрите. Вот у нас с вами зашел разговор о романтическом романтике. Тоже довольно интересно. Неспроста работа с романтиками. Близок, как никакой другой философ в того времени. Поэтому как-то раз я вам говорил, что нет, может быть, никакой философии романтики, на романтизме есть кое-какие общие черты, скорее, общие нервоззренческие черты, на которых стоит романтизм. Но ведь общие входы и общие фокусы, которые также могут переходить и в философскую философию. Получают там какую-то уже именно философскую философию. Так это тоже верно. Вот, например, такой исследователь, ну, непокойный, уже не советский исследователь, а исследователь Арсения Булыга, Ана Гуна, у него о Шеге, кучка была тоже отдельно. А, кстати, вот могу его выдавать, это только в серии Жозе была. То есть, в его шеге было. И там же есть кучка в Амаканте, и там же у него есть философия Гегель, а философию эту, потому что он бывает не любви. Не любви на тренажах, ну, тоже, конечно, странно такое. Вот Гуна выделяет три основные черты романтизма. Лично я не утверждаю и не думаю, что их только три, и что именно эти три основные считаю, но то, что они есть, вот эти три черта, это совершенно бесспорно, здесь правда за все не будет. Речь вот о чем, что эти три черта такие он определяет. Планилия перед природой, перед искусством, и третье, перед творческой индивидуальностью, перед творческой личностью. И, ну, лучше так, в гангерстве, например, говорить перед гением, перед гением, то есть хульта гения. Это значит, что романтизм все равно провал такой соль, собственно, хульта гения. К гению можно абсолютно все. За что, кстати, романтиков все потоков стали активно? У нас такие пневмонисты, очень хорошие люди, стали активно проводить романтики, потому что в романтике, так возвеличивая гения, такого особенного человека, кого они дали миру? Других романтиков. Ну, при его романтиках абсолютно. А Гитлер романтик? Очень романтичный, очень невероятный. Чем он бредил? Помните эти аналитические мифы? Да, это новый, новый, чистая раса, это будет чистый романтизм. Да, и он уже тоже, наверное, считался гением. И, ну, может быть, он тоже романтик. То есть, сейчас критикует романтизм на части по таким видам, что романтизм дает фланг для всех его господ. Очень приятно. Кстати, изначально эта критика дана нигде-нибудь, а у Федора Нападжа, слоя из-за того, что приступление на наказание – замечательная критика романтизма, очень хорошая. Вот Родион Романович – это романтика. Теория Родиона Романовича – это романтическая теория. В этой теории есть какой-то гений. Как вам сейчас спрашивают? В России буквально разрушать право имеющую, право имеющую – это гений. Особенная личность. Даже так говорят, особенная личность, которой можно то, чего нельзя, не особено. Т.е. не гениал. Гений может то, чего не генину обновлять. И, это стареет, что ему, конечно, это очень сильно не нравится. Но его можно понять. Так что такая у меня притика романтизма. Ну, и все возвращаемся к нашим основным чертам. Я почему это говорю? Потому что на него влияли эти еще основы древозреческие основы. Вот такие три черпы я вам назвал. Я обязательно добавил сюда, безусловно, миф. Это очень важная черта. Миф может быть даже в двух формах отдельно, в одну и в другую, или смешивая их. Например, миф как возвращение в древний миф уже готов. С одной стороны, с другой стороны, миф как мифа творчество, как созидание новых мифов. А может быть и убийство. Нужно отчасти вернуться в древний миф. Это уже очень важная черта. Но еще, например, это вам точно известно, важнейший принцип. Двоичество, да, его искусственность. Двоичество – это какая-то автоматическая идея. У них все расположено. Два мира обязательно. Между днями, ночью, они в полке с прекрасной структурой. Это равные миры. Тоже двойничество – это водоразделы. Это двойничество проходит как в мире, так и в человеке. Каждый человек он разделен. У нас у всех есть двойник. Двойник – это самая популярная вообще тема романтическая. Это, кстати, то, что Федор Михайлович по молодости тоже был романтик. Есть еще в грамматизме важнейший принцип иронии, конечно. Но тут Шеринг не особенно преуспел обратную сторону. Он был человеком, конечно, очень остроумным, но вот эроникам он явно не был особо генерализирован. Во всяком случае, философия, наверное, поездка. А в остальном все сложится. Если двигаться в обратном порядке, то числа двойственность. На двойственности и двойничество. В самой структуре философии Шеринга мы обнаруживаем двойственность. Она никогда не ухватила. Она всегда была самая структура философии. Шеринг выходит из трансцендентарных философий, из критических, из философий, из субъекта, из фихтера, из фихтерского идеала. Да, изначально он фихтера. Однако куда он идет? Идет к объекту. Идет к реальности, идет к природе. Но при этом идет так, что субъект не образный. Ну, как можно. Она относится к субъекту. В конце концов, когда мы философствуем, философствуем субъективностью. Когда мы узнаем, узнаем субъективностью. И то, что человек бросить нельзя. Объект тоже бросить нельзя. Потому что когда мы философствуем, мы философствуем по чему-то. Когда мы мыслим о чем-то мыслим. Когда мы знаем, что-то знаем. И все в детской форме, да? Но этот раскол-то и нет. Я уже сегодня сказал о том, что его свести одно к другому, собрать этот мир, это очень сложно. В этом смысле, наверное, вся философия. Вообще всегда исповедует принципы логического, двойничества. Мушевый прям уже выходит на передний план. Почему? Потому что он не пытается, как многие это делают от него, снести все это к некоторому единству. То есть порой кажется, что такое двойничество, такой разлом и разрыв внутри философства он уже полно не справит. Он пытается удивительную вещь сделать, не гораздо сложную. Он пытается так все обставить, чтобы и одна часть, и другая были в смысле равноправленной. Чтобы и то сохранить, и это сохранить. Чтобы и до субъекта не подчинялся для этого, и не объекта не подчинялся для субъекта. Очень интересная вещь. Довольно романтическая. Это что касается доступности. Далее. Что еще? Творческая субъективность. Творческая субъективность. Она сливается у Шеринга с поклонением искусства, понятного творческого субъективности, и она в искусстве все проектирована. В философии искусства, в эстетике Шеринга все прекрасно проекается. Там очень важен творческий субъект, обладающий эстетической интуицией, высшей формой интуиции. Я думаю, что примерно об этом вы говорите в начале нашего разговора. Эстетическая интуиция, в том, что она вне понедейна может схватить какие-то вещи, и уйти в чистку. В Шеринга все это есть, все это проиграется в искусстве. Об этом можно говорить отдельно, а в эстетике Шеринга, в особенности искусства. Здесь, конечно, надо вспоминать Канта. Мы об этом говорили один раз проиграть способность суждения на отбор договора. Все эти вещи, на которых эстетика Шеринга стоит, и вообще романтическая эстетика тоже стоит, все это было уже как-то Кантом сформулировано. Хотя Кант сказал, что он уже явный романтик, я не романтический человек был. Но критики способности суждения, в третьей критике 1690-х годов, он как раз формулирует принцип гения, с помощью которого гения творит. А другие уже принципы не дают, другие могут связаться с этим человеком с творческими деликами. А гений – это абсолютно инноват, тот, кто делает абсолютно новое. В чем разница между талантом и гений? Талантливый человек просто может что-то делать очень хорошо, но ничего принципиально нового. Что-то, но хорошо. Может быть невероятно хорошо, но ничего принципиально нового. Новую форму может кладить только гений. Почему? Потому что природа дает ему принц, награждает его принцип. Вот уже у Ганта есть очень важная. Есть прищи, которые нам важны для эстетики, да и вообще для философских решений. Поэтому нужно будет комфортно способствовать суждению. Да? Ну и, конечно, сама природа. Это я сегодня вам много рассказала. У Осенней Улыги – это такой первый принцип романтического – по нейной природе. У Шеринга этот принцип выразил нам лучше всех этих романтических и студиях – по нейной природе. Это основная линия философской романтики. Ну, все вроде бы сходится у нас. То есть, Шеринга выступает таким проводником общих черт романтического нервоззрения в философии. И, наверное, последний раз в философии того времени будет такой жест проделан, потому что уже Гегель будет прямым врагом романтизма. Да. Прямым врагом романтизма, когда уже и сам романтизм, именно как литературное направление, будет сходить на нет. По крайней мере, в Берманию он будет сходить на нет. То есть, и Янского, и школы романтики, которых, конечно, не будет. А вот время расцвета Волософ и Шеринга – это время расцвета романтической литературы. За то, вот, в России потом все романтизм, романтизм. Музыка «Путущества» у нас все сильно разносено, разносено во времени. Посмотрите, если в истории немецкой литературы, например, все довольно точно, например, романтизм можно строго датировать в немецкой литературе, можно назвать, в ангелии, что и так далее, произведение, строго датировать. А в русской литературе, в русской литературе, в русской литературе, романтизм, он как-то будет разнесен по всему XIX веку активно, будет вспыхивать, будет уходить. И одни и те же писатели то романтиками попадут, то другая мистерами стали. Ну, если под этим я веду даже все философы, то да, конечно. У нас-то явно все философы, у нас есть романтизм. То есть Достоевский у нас и романтиками был, реалистом был, а потом вообще не поймал ни кем стал Толстой тоже романтик, как будто же здесь. Усложно. Пушкин переиграл во всё, во всё, что романтики, все очень хорошо. Это на нас сложнее, а в Германии все очень по-немецки, все очень точно-но-но-но. Они для этого хаоса деливали тогда. Романтизм, значит наверное, на всю катушку мы его развиваем, исчерпываем и там дальше. В других причинах. В России, по этому, кстати, последующего, В общем, мы, наверное, не поймем, но в России был такой путь, который у нас ставили. Потому что было много людей, которые готовы к встрече. Больше разобрались. Ну, может быть, хотя вот в Рюкзричке скатаешься и поймешь, что больше реалистов скорее всего. Если это можно хотя бы озвать. Ну ладно, хорошо. Вот это вот самое, что я хотел сказать. Что? У Шеллинга нам непонятно, как двигаться в философии после Шеллинга. Но после Шеллинга только по необходимости первенство будет у Егера. У Егера задача была новая ситуация. Как я сказал, Шеллинг пытается удержаться вот на этом натяжении противоречия. Он старается не объединить их, а удержать некоторые противоположности. Оставить и одно, то есть субъект, и другое, то есть объект, как самостоятельные единицы. Вот Гегер будет не такой имератор. Вот Гегер – это великий систематик, который будет произвести там уже нового синтеза, да? То есть это будет синтез и Шеллинга, и Флинга, и Канта, и всех остальных. Великий же у нас дисфектизировал все, как вы знаете, всю первую инфраструктуру. Вообще был такой жадный для синтеза человека. А что касается Шеллинга, тут такой у него своеобразный синтез, который пытается удержать противоречия несоединенными. Для удобства можно сказать, что это такой аригинальный синтез Фихте и Спиноте. Да, Фихте и Спиноте. Сложно найти философию. Не можно, конечно. Один из примеров такого серьезного противоречия философского – это Фихте и Спиноте. Они нигде не могли приблизиться. Это как? Ну, я не знаю, как. Как? Например, собственно, опять и Спиноте. С одной стороны, Спиноте всегда, и кто-то еще. И Фихте, например, и ОК, и еще кто-то. Не знаю. Платон, или Слойте. Ну, там все не так. Фихте и Спиноте. Вот такой вот синтез получается. То есть синтез субъекта и объекта. Где сложно сказать, что одно значит больше другого. Где сложно сказать, что одно значит больше другого. Да? Но все-таки больше места, больше внимания, во всяком случае, Шейлин, конечно, будет уделять именно объекту. Именно природе, именно материи и тогда. Пусть неспростало, например, активно занимается естествознанием, с позитивной наукой. Он занимается медициной, даже становится медициной. Он неспростно. Он больше внимания уделяет на ММР. Но все равно он не пытается улучшить субъективность, материальную реальность. Он и не марксист. Он и не марксист. Там уже будет связано. Первое. Философия природы, натур и философия. Природа требует своего обоснования. И тут понятно, как субъект может быть таким обоснованием. Значит, должно быть другое обоснование. Исходя из самой природы, исходя из самого объекта. Это наша задача. По ходу решения этой задачи натур и философия будет постепенно удаляться. Чистого ягинского. Сама вся природа грустная или субстенциальна. Практические хуспинозы. Возможно, я так скажу, под конец курса, чтобы подвести нас к следующим текстам. Все же можно в некоторых местах у Шелинга сделать такой вывод, что возможно даже природа развивается как? Потому что она идет к сознанию. Исторически, естественно, историческое умание, по-моему, идет к сознанию. То есть у природы есть цель. Да, природа и для Шелинга, которые цели все разны. То есть теорологично, то есть тенус и цель. И цель природы тогда получается это интеллигенция и сознание. Вот смотрите, какой сложный тезис. Вот сказать это, это не значит сказать, например, что сознание будет членено природе. Это казалось бы. Вроде бы. Природа развивается. Какими-то своими идеологическими образами. Приводит нас к сознанию. В этот момент у Маркса выпрыгивает сознание. Значит, вроде бы, сознание должно быть включено на природу. Но в то же время Шелинга говорит, что в сознании есть цель природы. То есть изначально уже природа своей целью была как бы задана свое движение к сознанию. То есть движение природы оказывается здесь включено. Цель появления сознания. Не так, не так. Нельзя здесь поставить плюс на первую штуку стены. Он выгодится. Ну, другой плюс. Субъекта, с природы получается. Да. То есть, что это? Что это происходит? Что это на движок? Ну, как бы, говоря о сознании природы, он не ставит это любую семью. Субъект. Если это субъект, то, как человек, как он субъект. Наше сознание. То есть, как бы, чтобы природа сама была субъектом? То есть, не скажи, как они ставят? Нет. Я бы не сказал, как это все было так. Чтобы природа сама была чистым субъектом. Получается, что вы будете сомать, вы будете с собой сомать. Получается, как отдельные данные. То есть, как наше сознание восприятие природы, и ее сознание, и ее сознание. Это меня заходило. Нет, тогда получится то же самое, что уже был у эффекта. Если мы говорим, что природа есть сомать для себя чистый субъект, то есть, что мы делаем. Значит, мы говорим, что есть чистый субъект, и все остальное должно быть чистым субъектом. Получается, мы – как производство этой природы? Она заранее? Да, мы – цель природы, нет? Да, получается, что мы не мы, а сознание. Насколько мы сознание, а настолько мы и цель природы. Вот есть такой тезис. Довольно интересный. Я просто хочу показать, что этот тезис можно взять и с одной стороны, и с другой стороны. Да, да. Что он такой воякий очень, как бы. А он, на самом-то, как был. Ну, пока что это для нас вопрос. Пока что это для нас большой вопрос. Очень серьезно, как относиться к этому тезису о телеологии природы, потому что сознание, если бы подвесить такой вопрос. Промыем, о котором я говорил, но нужно и сформулировать, поставить. Вопрос в чем? Вопрос в движении. От объекта к субъекту. Или наоборот. Сколько мы сейчас спрашиваем. Ну, или наоборот. Вопрос в движении от реальной и эстетенциальной природы, почему? К сознанию. К я. Или наоборот. Опять же, старый вопрос. Да? У Фихта была односторонняя. Но было совершенно четко сказано, что существует сознание. Да. И уже дальше второй шаг. Любая сознание может все, что угодно. Ну, что угодно. Природа. Ну, что там, в случае, дерево, котик, лепушка, черный котик, красный котик. Все, что угодно. Может быть в сознании. Ну, понимаете, в чем дело? Ведь есть правота определенная. Вот Фихта – это, по-сословно, правота. Ведь она с чего происходит? Ну, с какой-то себя. Как мы с вами можем сказать, с себя. Да? Все перед нами, для нас. Да? Все нам дано в нашем сознании. Мы, если что-то есть вообще, мы с вами знаем, что оно есть. Если мы не знаем, что это есть, то для нас с вами нет. То есть в чем дело? Все у нас в сознании. Мы начинаем с себя. Но в чем проблема? Проблема в том, что… Я так не могу сказать. Я не могу сказать. Ну, вы что? Ведь то, что для нас первично… Не обязательно первичный, самый простой для… Как это? Для нас. Да. И таким образом, Фихта, вот этот момент для нас, сейчас это методологический момент, с чего начать? Начать только с себя. А с чего начать? Начать только с себя. Начать с себя. С своего знания. С того, что я вижу. С того, что я слушаю. С того, чем я думаю. Это все правильно. Методологически. Но Фихта переносит вот этот методологический принцип. Начиная с себя. На что? На все. На реальность. На мир. То есть, как бы антологизирует этот принцип. Или даже если вспомнить греческое слово «кипостазирует». То есть, превращает его в какую-то реальную основу мироздания. Хотя, единственное, что мы можем сказать, то, что мы с вами беретесь в последовательности. Мы, сознание, беретесь в последовательности. Но это не значит, что все каково. У Аристоска была фраза замечательная. Довольно загадочная. Аристоска говорит, что последнее по природе – первое для нас. Мы начинаем с себя для нас, но может так оказаться, что по природе это последнее. И здесь уже мы тогда снова стараемся с этим принципом, что природа некоторым образом, причем своего развития, своего собственного развития, как-то обнаждает сознание, как-то непонятно. Факус не объяснил. Он был самый передовой сторон. Вот это все пока только на уровне вопросов. Здесь как бы у нас завязывается такой глубокий проблем. Вот это мы говорим. Первое, последнее. Яна Сеноварова. Вот еще. Ладно. Мы как раз с вами успели. Успели, да? Сейчас. Дальше. Да. Оставка. Всем пока. Спасибо. 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 Продолжение следует...